Сегодня будет одна из самых великих и долгожданных битв турнира. Вот и начинаются битвы в первой лиге, где собраны самые большие, самые сильные и самые мощные монстры. Сегодня относительно не важный бой, потому что оба участника уже точно попали в плей-офф. Но зато какой это великий бой. Эти участники настолько сильны, что могут встретиться в финале турнира. И сейчас очень важно подробно разобрать каждого монстра и в конце битвы проголосовать очень честно. Начинаем 53 битву турнира. Мега Кайдзю. Этот монстр состоит из трех мощных Кайдзю и получается, что его категория 13. Больше я ничего не скажу, достаточно услышать его рев, чтобы понять его силу. Годзилла. Этому монстру не присвоили категорию, но это реально очень сильный участник. Ты послушай его рев и сам все поймешь. Ну что, все уехали из Москвы? Я просто не уверен, что еще что-то останется от города после битвы сегодняшних гигантов. Годзилла и Мега Кайдзю уже готовы вступить в сражение. И сегодня мне будут помогать эксперты. Иван Биплей, Ултимейт Илья, Иван Гай, Музыкальный канал, Тысяча вариантов и Бравастова скин. Они вызвались мне помочь в этой битве. Кто-то из них болеет за Годзиллу, а кто-то за Мега Кайдзю. Итак, давай для начала определимся с размерами участников. Они оба огромны. Это особенно заметно на фоне небоскребов. Но Мега Кайдзю чуть выше. У него 128 метров, а у Годзиллы версии 2014 года 108 метров. Разница не очень большая, но все-таки это надо учитывать во время битвы. И кстати, интересный момент. Хоть и Кайдзю выше Годзиллы, но он гораздо легче. Он весит около 8 тысяч тонн. В рекламных постерах в Японии писали, что его вес 15 тысяч тонн. Но все равно это очень мало для его размера. Это потому, что у него очень легкий материал, из которого он состоит. Ведь он наполовину робот. А Годзилла – 90 тысяч тонн. Он тяжелее больше, чем в 10 раз. Это, кстати, очень важно. Тут есть плюсы и минусы для каждого участника. То, что Годзилла очень тяжелый, с одной стороны, хорошо. Мега Кайдзю сложно его будет свалить. Такая большая и устойчивая махина. А с другой стороны, тяжелый ящер уж больно медленный и неповоротливый. Это явный минус. Мега Кайдзю по сравнению с ним просто ниндзя. Теперь давай рассмотрим преимущества и недостатки каждого бойца. У обоих монстров присутствует интеллект. Это думающие монстры, а значит, они могут придумывать тактику и стратегию битвы. Это значит, что они могут находить, и что самое главное использовать слабые стороны противника. Мега Кайдзю вообще имеет повадки человека. В некоторых моментах он сражается как человек. Годзилла, конечно же, гораздо больше похож на ящера, но достаточно взглянуть в его глаза, чтобы увидеть его ум. Годзилла. Одно из самых важных его качеств – это броня, неуязвимость и регенерация. Сколько бы в него военные не стреляли из разных орудий, ему все нипочем. Кстати, эта способность присуща всему виду этих ящеров. Не только вид легендарной версии 2014 года, который сейчас сражается в турнире, но и другие виды также устойчивы к любому огнестрельному и даже артиллерийскому оружию. Поговаривают даже, что Годзилла пережил ядерный взрыв. С Годзиллой легендарной мы этого не видели, но даже если так… Ну, таракан, кстати, тоже может пережить ядерную войну. Но с моим тапком он не справился. Мега Кайдзю Мега Кайдзю Он собрал все боевые способности всех трех Кайдзю, из которых состоит Хайджин, Хакуджа и Ширики Торн. Это значит, что Мега Кайдзю может использовать от Райджина способность поглощать кинетическую энергию и может ее использовать для расширения своих возможностей или для перенаправления во врага. От Хакуджи наш монстр взял способность зарываться под землю, а от Ширики Торна – мощные хвосты с острыми шипами. У Годзиллы, кстати, хвост тоже можно считать боевым оружием. Он может наносить сокрушительные удары. Один удар – и гнус припечатан в здание. Но вот будет ли хвост эффективен против Мега Кайдзю? Потому что у монстры из второй части Тихоокеанского рубежа есть своя коронная боевая особенность. Он может перенаправлять энергию удара на своего противника. А значит, он вполне может справиться с хвостом Годзиллы. У Ящера тоже есть своя суперспособность – это атомный луч, который вырывается из его пасти. Это очень страшное оружие, которым пользовались многие представители вида Годзилл. Но вот легендарный почему-то не так часто использовал атомный луч. Возможно, есть какие-то ограничения. Я тоже думаю, что Годзилла плевал на город. Иначе бы он так не поступал. И вот так. Неплохие теории у музыкального канала и бравастого скина. В этом есть смысл. Может, действительно, чем больше Годзилла использует луч, тем слабее он становится. Ну, эксперты прям разошлись. Какие же еще преимущества есть у сегодняшних бойцов? Ну, не знаю насчет шести глаз. Во-первых, у него их десять. Вот если бы они у него в разных местах находились, например, еще на затылке, то тогда зрительный обзор был бы куда лучше. А так они все равно смотрят в одно место. У него много глаз. По два дополнительных от каждого Кайдзю, из которых он состоит. И, наверное, каждая пара соединена со своим вторичным мозгом. А это, кстати, позволяет быстрее анализировать информацию и потом быстрее принимать решения. Наверное, поэтому Мега Кайдзю так легко справлялся с оружием егерей. Он очень быстро находил решение, как с ними бороться. Что же Мега Кайдзю? В нескольких кого? В нескольких Кайдзю? Мега Кайдзю. Собирался. Но вот, сможет ли он разобраться. Ведь такого нам не показывали. ЗА место. Мое мнение, что Мега Кайдзю, все-таки не Лего, чтобы разобраться. Процесс соединение очень серьезный был. Эти букашки, как их там? Спасибо, Ивангай. Эти рипперы могут изменить ДНК и становиться неотделимой частью нового кайдзю. Навряд ли они могут сделать обратное. Но возможно все. Если на мега кайдзю снова пустить новые роли рипперов с заданием разделить монстра на части, то они наверное смогут это сделать. Но мне кажется, что мега кайдзю сильнее, чем все три кайдзю вместе. Иначе они бы и не собирались в одно целое. Какие же есть недостатки у монстров? Годзилла – это неповоротливое существо. Это минус. В некоторых моментах он не успевал среагировать на атаки гнусов. Для таких небольших врагов, как людишки, монстру можно быть неповоротливым. Тут главное мощь и непробиваемость. А вот с крупными соперниками быть медленным очень опасно. Я думаю, что чем больше мозгов, тем лучше. Я бы вторичные мозги посчитал за плюс. Получается, что у мега кайдзю слабое место – это броня на спине, где находятся вторичные мозги. Значит, Годзилле надо бить в спину. У Годзиллы, кстати, тоже есть такое слабое незащищенное место – это жабры. И находятся они ближе к передней части тела. В этом плане мега кайдзю выгоднее атаковать Годзиллу, чем наоборот. Я бы к минусам мега кайдзю еще отнес массу, о которой мы говорили в начале битвы. Все-таки, если противник тяжелее тебя, то сражаться с ним непросто. Его даже сдвинуть с места непросто. Но, возможно, это не в этом случае. Ведь малый вес позволяет мега кайдзю быть быстрее, чем Годзилла. А в плане удара – у него есть возможность поглотить энергию удара и отправить обратно в соперника. И отмечу еще один минус у Годзиллы – это небольшие лапки. В ближнем бою, имея такие лапы, сложно сражаться с монстром, у которого руки большие и сильные, и могут разорвать тебя пополам. Теперь как же Годзиллы и мега кайдзю будут использовать свои способности, чтобы победить соперника? А действительно, сможет ли мега кайдзю выдержать атомный луч Годзиллы? Ведь это не кинетическая энергия. Рассчитаны ли поглощатели кайдзю на дыхание Годзиллы? Ну, гнусы приспособлены уже к атомному лучу. Они их давные природные соперники. А мега кайдзю впервые столкнется с таким зимным монстром. А если впасть к гнусу? Там можно сжечь все. И внутренность, если это живой монстр. И платы компьютерные, если это робот. Но мега кайдзю не гнус. Он просто не позволит ящеру так с собой поступить. Во-первых, он больше. Во-вторых, он мощнее. И в-третьих, он просто будет сопротивляться, а не безропотно открывать свою пасть. А если Годзиллу разорвать на части, он сможет регенерировать. Ну, например, лапами, как стального феникса. Ну, вот тут уже я сомневаюсь. Посмотри, какие лапки у Годзиллы. Ну, в смысле, они маленькие, если смотреть в пропорции тела. Так-то они, конечно, огромные. Но для мега кайдзю я боюсь, они маловаты. Возможно, музыкальный канал прав. Люди вообще никак ни разу не навредили Годзилле. А вот гнус смог. И если бы человек не вмешался, то возможно, что комароподобные добили бы Годзиллу. Ну, вообще, броня у Годзиллы очень крепкая. Это его плюс, о котором мы говорили в начале битвы. Хотя, может быть, ты и прав. Посмотри, как гнус пробивает броню Годзиллы. Видно, что ящеру очень больно. И ведь удар не по жабрам, где самая слабая броня. Гнус бьет защищенную часть тела и пробивает ее. Почему бы и хвосту мега кайдзю не пробить кожу Годзиллы? Металлического егеря он пробивает. Конечно, броня Годзиллы гораздо крепче, и кайдзю придется потрудиться. Но егеря он уж больно легко проткнул. Да и вообще, со всеми тремя егерями мега кайдзю разобрался как-то уж быстро и просто. У мега кайдзю есть очень классная особенность. Он может вбирать в себя направленную на него кинетическую энергию и потом перенаправлять ее на противника. То есть удар Годзиллы хвостом он легко отразит и ящик почувствует на себе, что такое удар от Годзиллы. А вот сможет ли кайдзю робот перенаправить энергию атомного луча? Тут надо разобраться. Энергия атомного луча отличается от кинетической энергии удара. А для разных энергий нужны разные поглощатели. Ведь кайдзю не стал поглощать энергию кнута. Скорее всего потому, что просто не смог и он решил действовать по-другому. Честно, я не представляю, чтобы мега кайдзю вобрал в себя луч Годзиллы, а потом выпустил его обратно. Интересно, что последний удар, когда егерь на него упал, мег не смог отразить. Вполне возможно, ведь поглощатели по-любому имеют свою прочность. И на такой удар они не были рассчитаны. Но Годзилла не сможет нанести удар такой же силы, как и егерь, падающий с неба. Так что мега кайдзю может не волноваться. Поглощатели не сломаются и удары Годзиллы будут отражены. Сегодня сошлись в битве два очень сильных, очень грозных и очень мощных монстра. Я даже не представляю, что сегодня останется от города после битвы. И принять решение о том, кто сильнее, очень сложно. По крайней мере мне, точно. Сегодня групповая битва. И возможно, эти монстры встретятся еще раз в плей-офф в боях на выживание. И может быть, если сегодня будет ничья, это будет самый правильный результат битвы. А все свои козыри они могут использовать в полуфинальной или финальной битве. Они вполне могут там встретиться. И вот тогда ничьей уже точно не может быть. В правом верхнем углу есть вот такая кнопка. Это значок для голосования. Я это говорил уже много раз, но сегодня я это говорю с дрожью в голосе. Нажимай на него и голосуй. И сегодня, как никогда, надо думать головой, а не другой частью тела. Я имел в виду сердце. Если тебе понравился новый формат видео с экспертами, ставь лайки. И в плей-офф я также приглашу экспертов на каждые битвы. Спасибо всем экспертам, кто помогали мне в этой битве. Все битвы турнира смотри в моем плей-листе «Турнир монстров». Там все битвы по порядку. Ну а в следующей битве увидим Конго и Кроноса. На сегодня это все. Надеюсь, что ты живешь не в Москве. Или, по крайней мере, вовремя оттуда уехал. Всем пока и до встречи!